Один человек сгорел при пожаре на балконе своей квартиры в набережных Челнах. Пламя вспыхнуло около двух часов ночи. К моменту, когда на место прибыли пожарные, горели балконы трех квартир. Некоторых жильцов эвакуировали. Владельцы жилища, где находился очаг возгорания, не успели. Все подробности произошедшего расскажет Нафиса Минязова. В час 55 весь второй подъезд одного из домов разбудил пожар, который вспыхнул на балконе квартиры на втором этаже. В ней проживает приличная семья, отмечают соседи. Отличная жена, дочь хорошая. Ну, сам в последнее время, конечно, нас выпивал. Вот из-за этого, я сам точно не знаю, от чего пожарился. Может, в другом месте, может, замыкание какое-то. По словам жителей, дома в это время был только хозяин. Его супруга уехала в деревню. Мужчину нашли уже без признаков жизни. В зеном ГДЗС было спасено пять человек. Также один несовершеннолетний ребенок. К сожалению, значит, погиб один мужчина, 55-го года рождения. Причина, значит, останавливается, ведется дознание. Со слов дочери погибшего, она накануне приходила к отцу, проведала его. Он находился в квартире. Отец у нее курил алкоголем, не злоупотреблял. Со слов соседки, примерно около двух часов ночи, она почувствовала запах гари, вызвала пожарную охрану. Спустилась на первый этаж, увидела, что дверь приоткрыта, и слышала стону мужчины. По одной из версий, пожар возник из-за курения на балконе самого хозяина, либо попавшего через окно окурка с других этажей. В результате сгорели еще пять балконов. Одна из пострадавших, Елена Волкова, с третьего этажа. Она купила квартиру месяц назад. Теперь придется менять все окна, сетует женщина. А я что, тоже спала. Я потом проснула, что-то дышать тяжело смотрю, дым вовсю валит. Я ничего не пойму, соскочила, с кухни смотрю, а там такой дым. И главное, так быстро, и на мой балкон перекинулось. С двух сторон у меня балкон загорелся. Площадь горения составила почти 10 квадратных метров. Также закоптился весь подъезд. Его с самого утра сегодня отмывали сотрудники управляющей компании. А кто будет возмещать причиненный жильцам ущерб, станет ясно только после того, как установят причину пожара. На все меня зовут Анна Шкапранова, Эльнар Мустафин. Вызов 112.